Нелётная погода. Российские авиакомпании не будут летать ни на Украину, ни над Украиной. Это заявление премьера Юценюка. Официально Киев закроет для россиян своё воздушное пространство в конце октября. Но отмены рейсов, судя по табло вылета московских аэропортов, уже есть. Несмотря на то, что судя по статистике, большинство пассажиров этих рейсов граждане Украины, а вовсе не россияне. И то, что недополученная выгода из-за отмены рейсов каждым из украинских аэропортов исчисляется миллионами гривен. Ведь только киевский аэропорт Джулиана теряет 30% заработка. Министерство транспорта российского правительства Соколов уже заявило, что если придёт официальное уведомление о воздушной блокаде, Москва может принять зеркальные меры. Мы понимаем, что это приведёт практически к остановке, полной остановке авиасообщения между Россией и Украиной. И, конечно же, пострадают пассажиры, в первую очередь украинские граждане, которые в большей мере используют этот вид транспорта. Но мы вынуждены на такие неадекватные действия, не соответствующие никаким международным заключённым соглашениям между нашими странами, эти контрмеры принять. Но пока российские власти лишь выражают недоумение. Ведь Киев провоцирует очередное обострение отношений, когда минские договорённости пусть не идеально, но выполняются. И это отмечают и европейские посредники процесса. В Донбассе пусть хрупкое, но перемирие, а в преддверии венских переговоров российский премьер Медведев утвердил скидку на газ для Украины. И в отличие от Киева, Москва не составляет санкционных списков персонононграта, а в украинские уже попали 388 физических лиц и более 100 компаний. Не выдворяет из страны украинских журналистов, не блокирует украинские товары, как это происходит сейчас в Крыму. Всю неделю правый сектор и прокиевские отряды крымских татар блокировали участки границы, через которые продукты завозят в Крым. Сотни фур так и не дождались разрешения на выезд. Те, кто пытался обходными тропами доставить на полуостров товар, ловили боевики правого сектора. Глава Крыма Аксюнов уже назвал транспортную блокаду детским лепетом, ведь украинские товары занимают очень незначительную долю крымского рынка. Но для тех, кто блокаду устраивает, главное шум. Ведь в украинских СМИ запестрели заголовки о том, что в Крыму паника и разговоры о голоде. А крымчане якобы мечтают вернуться в состав Украины и считают грядущий голод первым шагом на этом пути. Что для самих крымчан стало сюрпризом. Гонение на православную церковь тоже дело рук правого сектора. Более 30 храмов захвачены за прошлый год. И в Тернопольской области это даже закрепили светским документом, постановлением местных властей. Судя по этим кадрам, атака на церкви проходит в давно забытых традициях революционных безбожников. С побоями, надругательством над иконами, но под ударом лишь в церкви, относящейся к московскому патриархату. Не бейте только дедушку. Аккуратненько его просто нужно изолировать и все. Вы украинец? Да. А что вы делаете в московском патриархате? Вы предатель Украины. Ты меня называешь? Может, это ты предатель Украины? Я украинский священник. Сразу напали на деда. Я плохо разбираюсь. Вы кайтесь и выходите из сатанистской структуры. Какой? Московский патриархат.